Под самым небом. Именно там находится мастерская известных художников в Слесарских. На этот раз наша съемочная группа приехала к преподавателю ДШИ номер 10, члену Союза художников России, создателю и организатору творческой школы-пленэры Киселевской Зори, сохраняя культурное наследие Людмиле Юрьевне Слесарской. Как всегда, мы ее застали за работой. На холст легко ложились маски мастера живописи, и на тюрморт на глазах оживал. Совсем недавно Людмила Юрьевна отметила 40 лет педагогической деятельности, и у нее вышла дебютная книга. Так что поводов для разговора несколько. Поздравляю вас с 40-летием педагогической деятельности. Вот скажите, 40 лет – это много или мало? Это, наверное, непростой вопрос. Смотря с какой точки зрения смотреть, если рассматривать события, какие произошли за это время, то это будет очень много. Это будет очень большой рассказ, длинный. А вот с другой точки зрения, нам 40-летние казались уже стариками, когда мы были подростками или детьми. Ну и любая жизнь, наверное, и любая судьба, она, наверное, завязывается все равно в детском возрасте, в детстве, с детства. То есть те события, что происходило в детстве, с какие-то яркие воспоминания, подвигшие меня к творчеству, например, да, к изобразительному искусству. Это первая коробка карандашей, которую папа принес. Он очень часто любил нам покупать игрушки недорогие, ну, с зарплаты, почти с каждой зарплаты. А тут он пришел с огромной коробкой карандашей, которая была двойная. Два ряда карандашей было сверху, вернее, два ряда карандашей. Потом коробка открывалась, и там было еще два ряда. То есть я не помню, но это было больше ста, наверное, или около ста оттенков цветов. Мне было, наверное, лет 5-6 вот в таком возрасте. Тогда вообще карандаши ценились? Карандаши ценились, конечно. Конечно, и качество было совсем, и оттенки были какие изумительные. Я не помню, что я рисовала тогда. Но я помню, что рисовали мои мамы с папой. Мама умела рисовать только одной линией. Не валяшку, которая была похожа на снеговика. А папа был мастер. Он умел рисовать два рисунка. Одним розчерком голубя мира, похожего на рисунок Пабло Пикассо, и морду волка. Все, больше он рисовать ничего не умел. И, наверное, вот эти рисунки, которые меня окружали, это рисунок заводского художника, который нарисовал букетик-гвоздик цветными карандашами, настолько живые. И там, где разбилось зеркало в нашем шкафу, была вставлена вот эта картинка и украшала наш шкаф. А с внутренней стороны была приклеена репродукция из журнала «Работница», вырезанная, приклеенная на внутреннюю сторону шкафа Ильи Ефимовича Репина «Садко в подводном царстве». И вот когда мама открывала шкаф, чтобы найти какие-то вещи, вот эта вот картинка, она такая была загадочная, она такая была необыкновенная с этими женщинами, с подводным миром, с диковинными рыбами. Вот все вот эти вот какие-то мелкие, казалось бы, незначительные впечатления, они как-то вот такими яркими бусинками нанизывались, нанизывались на нить будущей моей судьбы, определяя вот какое-то мое место в жизни. Вот. Ну и, конечно, когда мама, работая в ателье, у нее была сотрудница, и дочка ее училась в художественной школе. И мама принесла альбом, в котором были нарисованы зарисовки и наброски карандашные. И меня очень удивило, как это можно вообще карандашом нарисовать, например, портрет игрушки или фигуру человека. Вот. И у меня вот эта вот мысль закралась, я хочу рисовать. Я хочу рисовать. И когда мы уже... Мама уже как бы эту мысль немножко так отстранила, и уже в пятом классе я чем только не занималась. Я ходила в театральный кружок, я ходила в сад юнатов. Да. Первое стихотворение про голубя я написала в саду юнатов. Да. На какой-то праздник у нас были такие шапочки. в виде голов птиц. Был какой-то день птиц весной. И вот мы, значит, в каком-то спектаклике участвовали. Я прочитала свое собственное стихотворение про голубя. Вот. Ну, то есть я занималась много чем. Я ходила в кружок, в кукольный, кукольного театра кружок. Но как-то все это так быстро заканчивалось. И в конце концов я стала к маме переставать. «Мам, давай поедем в художественную школу». Поедем в художественную школу. В художественную школу мы не успели. Уже целую четверть мои одноклассники проучились. Мы пришли. И нам сказали, «Ой, вы уже опоздали. У нас уже прием закончился. Дети уже учатся. Целую четверть». Но все-таки дали мне шанс. Первая преподаватель, Камма Михайловна Куделькина, она поставила мне коробочку из-под конфет, какую-то керамическую чашечку. Вокруг сидели мои будущие одноклассники. У них была композиция. Они сидели за мольбертами. И я вроде бы нарисовала, как видела. И вдруг слышу, там где-то со стороны кто-то мне шепчет, «Нарисуй падающий тень». Я так посмотрела, сказала, «Без вас знаю». И нарисовала падающие тени. И меня приняли. Я стала учиться в художественной школе. Потом было художественное училище, естественно. И мне только исполнилось 19 лет в августе. На четвертом курсе я вышла замуж за Станислава Петровича. Да, вот это интересная тоже история. Учась еще в училище, на последнем курсе я уже вышла замуж. И только исполнилось мне 19 лет я поступила работать в детскую художественную школу номер 4 города Казани. Ну, вы родились в Казани? Да. Я родилась в Казани. И мама с папой моей, и все мои родственники, и Станислав Петрович оттуда же. Сюда вы приехали в каком году? Сюда мы приехали в 1987 году с двумя детьми. А, уже двое детей. Да. Младшей дочке было нашей неполных 2 года. Вот. Старшая на 6 лет постарше. И мы поселились вот в этой мастерской. И почти 4 года с детьми мы жили здесь. В этих условиях. Вы преподавали уже? Да. Я 9 лет преподавала в детской художественной школе, прежде чем сюда, в городе Казани, прежде чем сюда приехать. Вот. Ну и фактически мои дети, они и выросли в школах. В школах. Потому что старшая дочка Зося, она со мной в художку ходила, например, в летнее время, когда у нас были пленеры. И все впитывало как-то. Вот все какие-то замечания, все какие-то требования, которые я определяла к своим ученикам. Она все это внимательно слушала. Потом приходила домой, брала лист бумаги. И все, что я говорила, теплые холодные цвета, там цвет тень. И она изображала подобный пейзаж, который мы, например, делали с детьми на практике, на пленере. Вот. С этими детьми я недавно встречалась. Спустя 37 лет нашей разлуки, мы списались, мы встретились. Это была очень интересная встреча. Все ли они стали художниками? Нет, они не все стали художниками. Я хранила 37 лет их рисунки. И я привезла им в подарок их работы. И многие из них даже были удивлены. Например, Рябинин Сережа, который сейчас главный художник Казанского театра «Кукол», он, взяв свои рисунки в руки, сказал, неужели я так рисовал? Я говорю, Сережа, это же твои работы, это подписано твоей рукой. Вот. Есть замечательный татарский художник Хази Ахметов Нияз и Мирхасанов Рустем. Они известные художники Республики Татарстан. Вот. Ниночка Свирельщикова работает в банке, в национальном, но она пишет маслом. Она очень была талантливая девочка. И она, например, какие-то подарки кому-то нужна. У нее великолепная работа, получается, маслом. Ну, в общем-то, профессиональная. Хоть она дальше и не училась. Вот. Лена Прохорова кандидат в физико-математических наук и живет она в Дубне. И там работает в институте. Чапаев Эдик был моряком. Потом служил в горячих точках. Был начальником по борьбе, начальником отдела борьбы с религиозным экстремизмом. И 30 лет жил во Владивостоке. Сейчас вернулся снова в Казань. Настоящий полковник. Ну, в общем, все ребята очень хорошие люди. Просто стали хорошими людьми. А это самое важное. Это самое главное. В работе с детьми, но они, никто как-то вот мимо них творчество не прошло. Людмила Юрьевна, ну, помимо того, что вы педагог, вы еще и художник. Как вы совмещаетесь? Это очень сложно. Это очень сложно совмещать творческую свою деятельность и педагогическую. Потому что вот педагогика, она забирает все твои эмоциональные силы. Ты не успеваешь их накопить внутри. Это вот такая вот отдача. Эмоциональная, душевная отдача. Потому что каждому ребенку нужно отдать частичку тепла. Нужно каждого понять и обогреть. Потому что вот работая во второй школе искусств, там райончик маленький, и детей было немного, попав, вернувшись, вернее, снова сюда вот в новый город, я не предполагала вот масштабов бедствия. Насколько вот ранена душа у каждого ребенка сейчас, какая вот сумятица и сумбур у них в душах и в головах, я просто не представляла масштабов бедствия. вот. И попав сюда, я поняла, почему вот волей судьбы, наверное, или волей, наверное, Господа Бога меня снова вернули сюда. Наверное, моя задача и мой передний край, и мой фронт хоть какие-то крупицы добра, чести, совести заложить в эти души, потому что воспитанием, как я так понимаю, в общеобразовательных школах теперь не занимаются совсем. Вот. Это страшно. Это страшно. И хочется, вот пока есть какие-то силы, здоровье, возможности и время, хоть что-то попытаться в каких-то душах, в каких-то сердцах у деток изменить. Вот. Ну, мне кажется, получается. Это радует, это согревает. Вот. И творчеством приходится заниматься только в свободное от работы время. Это каникулы и лето. Да, и все. Ну, вы успеваете много сделать за это время. Ну, это, наверное, благодаря и семье, и благодаря поддержке мужа. Потому что он как-то более внимательно стал ко мне относиться. В том плане, что утром он понимает, что если у меня был тяжелый день, мне утром нужно отдохнуть. Он утром сварит завтрак, он пригласит меня там, позовет. Или, например, я с работы поздно возвращаюсь уже к 9 часам вечера. Вот. он все подогреет, он даже научился варить суп. Ох! Вот. Это огромное спасибо ему, Да, это здорово. Это здорово. И это помогает, это помогает. Ну, и когда что-то я начинаю, какую-то работу, да, это какой-то совет, это какая-то поддержка. Безусловно, вот, мы совместно, обоюдно, как-то вот, живя, находясь в мастерской, я вынуждена теперь жить не дома, а здесь, в мастерской, потому что после 8 часов к 9 часам из Нового города ты уже не уедешь. Очень плохо ходит транспорт, и это очень большая проблема. вот. Ну, и свободное время, вот, как-то. Людмила Юрьевна, я еще хочу поговорить с вами о пленэрах. О, да. Кселевские, Зори. С одной стороны, это очень тоже затратно и по времени, и по эмоции, и эмоционально чисто очень затратно. и как организатор, да, то есть все, все как-то завязано на мне одной, начиная с первых звонков и договоров и приглашений художников, и детей, и преподавателей школ искусств, например, и художественных школ, вот, и заканчивая всем организацией транспорта, питания, проживания. Мы были в нашей области во многих, не во всех, но в разных районах. По большей части выбираем такие места, где можно более-менее какое-то комфортное проживание обеспечить и питание, конечно. Стоит учесть, что дети ездят. Едут дети, едут студенты, едут преподаватели, едут профессиональные художники из разных городов России. Это начиная с севера, с Великого Новгорода и заканчивая Сибирью, например, это Железногорск, Красноярский край. Вот, эти люди уже со мной работают много лет и приезжают с удовольствием. У нас уже за 12 лет существования Всероссийского пленэра творческой, передвижной, творческой школы пленэр, Киселевский, Зори, сохраняя культурное наследие. Почему сохраняя культурное наследие? Мы открываем имена известных и малоизвестных художников, которые родились и прославили нашу Ульяновскую область. Это ваша миссия такая? Я сама, да. Ну и, конечно, сохраняем и поддерживаем имя Виктора Васильевича Киселева, ученика Аркадия Александровича Пластова. И тесно сотрудничаем и дружим с семьей Виктора Васильевича и с Николаем Николаевичем и с Татьяной Юрьевной Пластовыми тоже поддерживаем отношения. Вот. И в Преслонихе вы довольно часто бываете? В Преслонихе я бываю, ну это вот такое притягательное место для меня. Я стала туда приезжать с 2011 года, когда начались первые международные ассамблеи Пластовская осень и начались первые пленеры Пластовской осени. Это было в 2011 году и мне и Борису Николаевичу Скалеруку предложили сопровождать и быть организаторами группы художников, которые приедут на это мероприятие на пленэр. Первые пленеры были где-то вот от четырех дней, потом это было шесть дней, ну и постепенно это вот до семи дней доросло, дошло, вернее, участие. Сейчас пленэр проходит в течение десяти дней уже в самой Преслонихе в Доме художников и руководит этим пленэром Ирек Харисович Нурдинов. А первые три пленэра руководителями были мы. Об этом уже мало кто помнит, мне кажется. Ну, наверное, об этом мало кто помнит. И об этом мало кто помнит, что в этом году не двенадцатый, не тринадцатый пленэр состоялся, а только двенадцатый. То есть Киселевские и Зори как-то шли в ногу вместе вот с этим пленэром Пластовской оси. Одновременно они появились. Да. Благодаря вашим пленэрам люди узнают из других регионов про наш край. Да. Задача как раз моя и состоит в том, чтобы показать необычность, красоту нашей области, разные места, насколько отличается, например, Арская, да, и ландшафт, и место само, насколько оно отличается от Барышевского района. Вот. Туда приезжаешь, в Барышевский район, ощущение, что ты попадаешь на Урал. Там буквально вот уральские горы, поросшие вот этими вот соснами, туманы, которые покрывают вершины этих холмов. Ну, невероятные просто. Вот. И особенности национальные в разных местах существуют. Я сама вместе со своим пленером я открываю не только новые имена, я открываю красоту нашей Ульянской области, в том числе и я. А уж не говоря о том, что люди, которые побывали единожды, они возвращаются к нам сюда на пленер Киселевские зори не единожды. Они возвращаются сюда по многу-многу лет и составляют пленера вот такой вот творческий костяк. Людмила Юрьевна, еще хочу поговорить еще об одном таланте вашем. Вы уже сказали, первое стихотворение у вас появилось очень-очень давно, а теперь уже целый заборник. Было время, когда я, ну, я просто писала стихи к какому-нибудь празднику, к дню рождения кого-нибудь, да, к открытию выставки, например, тем же самым, те же самые открытия выставок отчетных по киселевским зорям. Вот. Думаю, как-то надо украсить. А тут случилось так, что я нашла страничку ВКонтакте, называется она «Азбука стихи для детей». Предлагается, выставляется картинка и предлагается написать поэтическое, поэтический комментарий. Вот. Там, конечно, профессиональные художники участвуют. Я попробовала. А потом, вот в 10-й школе искусств в прошлом году у меня были юные художники. Это дети где-то 6-7-8 лет. И я попробовала им прочитать несколько стихотворений. Я начала писать стихи для внучек и внучат. Так они у меня как-то определились, потому что моя внучка уже выросла, ей 16 лет. А когда она была маленькая, я, конечно, читала ей стихи из книжек советских авторов, классиков. Вот. И я подумала, думаю, вот взрослые поэты, вот некоторые сейчас пишут так, вроде как и не для детей. И вот я представляю свою внучку маленькой, начала писать. И я как-то так увлеклась этим делом, у меня уже получается этих стихов больше двухсот. Много? Да. И я прочитала одно стихотворение своим этим детям, потом второе. Они говорят, а еще? А вы еще что-то написали? А сегодня будем читать стихи? И каждое занятие они меня об этом спрашивают. А сегодня будем читать стихи? Одно стихотворение им очень понравилось, и они его просили читать мне каждый день, каждое занятие. Я говорю, ребят, ну вы же уже наизусть его знаете. И даже записала видео, где они читают хором это стихотворение. И да, они его выучили. Сейчас я его прочитаю. Да, называется «Сладкий сон». Ночь пришла, а ты не спишь. Сладких снов тебе, малыш. Сон мне снится, как награда. Все в том сне из шоколада. Дом, в котором я живу, вижу все, как наяву. Шоколадный город весь, шоколад и тут, и здесь, шоколадные дорожки, все собаки и все кошки. Не пищат они, не лают, шоколадки уплетают. Здесь обед и ужин сладки, и на завтрак шоколадки. Я объелась и кричу шоколада не хочу. Я наелась шоколада, больше мне его не надо. Пальцы липкие, руки сладкие. Отмените шоколадки. Тут проснулась я в кроватке, потянулась сладко-сладко, опускаю ноги в тапки, а они из шоколадки. Очень сладкое стихотворение. И издательство Мастер Студия под руководством Облезина Дмитрия Николаевича к моему творческому вечеру, который состоялся 27 октября. Творческий вечер был посвящен конечно году учителей и наставников. И как-то он совпал с цариколетним юбилеем моей педагогической деятельности. Он этот сборник привез. Мы его там презентовали. И каждый, кто пришел на этот праздник, приобрел в подарок такую книгу. И вам я тоже дарю этот сборник, который называется «Золотая рыбка. Стихи для внучек и внучат». Спасибо огромное. Мы желаем вам огромных успехов, сил, здоровья. Творите. Мы вас очень любим. Спасибо.